всем привет есть очередные интересные и некоторые интригующие новости события и заявления поговорим о интересных ситуациях в германии и в мире так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу итак в германии дошли до предела терпения и федеральные земли обращаются к федеральному совету со своими требованиями к ужесточению политики предоставления убежища три федеральные земли хотят добиться от светофора в федеральном правительстве принятия более жесткой миграционной политики согласно требованиям процедуры предоставления убежища должны обрабатываться на внешних границах европы а преступники и лица находящиеся в группе риска должны быть более легко и быстро депортированы том числе в сирию и афганистан и любой кто едет в свою страну должен потерять свой защитный статус если только он не выполняет моральные обязанности например едет на похороны и все это как подчеркивает тагасшау вызвано нападением в золингене которая сильно шокировала германию поэтому сейчас существует огромная потребность в новых мерах в области миграционной политики которые быстро и эффективно обеспечит большой порядок контроль ограничения и гуманность в миграционной политики а также должен соблюдаться дублинский регламент то есть заявление о предоставлении убежища должно рассматриваться в той стране европейского союза которую был осуществлен первый въезд в общем после выборов на востоке германии видимо власти других земель решили использовать тему на упреждение которое помогла партия альтернатива для германии добиться больших успехов на востоке хотя как сообщает бильд германия уже начала депортацию беженцев в испанию как пишет издание беженцев депортировали из гамбурга в мадрид и при этом они не преступники но и не имеют право оставаться в германии то есть как раз депортировали согласно дублинскому регламенту страну в которую был осуществлен первый въезд но при этом издание отмечает что на всю эту депортацию идет немало ресурсов особенно финансовых плюс нескольким сотрудникам федеральной полиции приходится охранять депортированных пока они не доберутся до места назначения а также всех сопровождает как минимум один врач плюс перелет и другие расходы и все это за счет само собой немецких граждан а вот почему не соблюдался ранее дублинский регламент почему граждане германии оплачивают и пособия и потом еще и депортацию почему-то правительство не дает таких ответов и к этой теме уместно добавить что олаф шольц заключил соглашение о депортации с турцией и уже в скором времени в общей сложности 200 человек должны быть депортированы из германии в турцию несколькими регулярными рейсами а журналисты со ссылкой на свои источники в правительстве также пишут что анкара готова принимать до 500 турецких граждан неделю при этом как отмечается этому режиму предшествовали месяцы переговоров между берлином и анкарой дипломатические контакты по поводу начала депортации из германии не прекращались с ноября прошлого года а по состоянию на конец июня этого года германию должны покинуть чуть менее 15 тысяч граждан турции в общем шольц видимо для поднятия своего рейтинга пытается показать что что-то в этом направлении делается но идем дальше есть новые заявления министра обороны германии бориса писториуса историю заявил что германия готова стать главной опорой сдерживания агрессии россии в европе и планирует развернуть в литве полноценную бригаду до 2027 года он акцентировал что германия осознает свою ответственность как центрального логистического узла в европе что гарантирует что войска могут быстро перемещаться с атлантики на восточный фланг случае необходимости также писториус отметил что россия пытается подорвать наше единство европейского союза и нато гибридными методами настоящий враг путина это наш свободный и независимый демократический образ жизни подчеркнул историю а еще по словам историуса он также решительно работает над тем чтобы навсегда поднять расходы германии на оборону выше 2 процентов валового внутреннего продукта в общем писториус по-прежнему поддерживает военную риторику иначе нелегко будет проталкивать контракты бундесвера по новым закупкам также касательно германии немецкий парламент согласовал выделение дополнительных 400 миллионов евро на военную поддержку украины об этом сообщил представитель немецкого правительства штефан гебештрай по его словам в среду бундестаг согласился увеличить финансирование военной поддержки украины примерно на 400 миллионов евро но идем дальше как пишет cdf в парке альтернатива для германии определились с кандидатом в канцлеры на предстоящих немецких выборах солидеры альтернативы для германии тина хруппала и алис вайдель якобы уже договорились что кандидатом в канцлеры будет алис вайды пока что это было только соглашение между двумя председателями заявили в афд теперь это должны подтвердить партийные комитеты и хоть до этого еще далеко но как отмечает издание по словам кино хруппала борьбы за власть и спора в этом вопросе нет и идем дальше как пишет the times зеленский уезжает из соединенных штатов без разрешения на удары в глубь россии соединенные штаты америки так и не объявили об изменении своей позиции относительно этого вопроса в общем в действующем правительстве сша ясно показали что именно они принимают все решения а вот кандидат в президенты сша дональд трамп по итогам встречи с президентом украины владимиром зеленским заявил что многое узнал но мнение не поменял по словам трампа я и президент зеленский хотим чтобы эта война закончилась и закончилась справедливо я думаю что это произойдет в нужное время также трамп отметил что все хотят чтобы война поскорее закончилась но зеленский по его словам хочет справедливого окончания войны при этом трамп подчеркнул что даже путин хочет окончания войны и это хорошая комбинация поэтому мы хотим честную сделку для всех также в своей соцсети трамп написал что провел отличную встречу с зеленским если его изберут президентом то война между россией и украиной закончится быстро противном случае эта война никогда не окончится и перейдет в фазу третьей мировой войны госпожа харрис никогда не сможет завершить войну и не смогла ничего не изменится кроме того что смерть и разрушение станут только хуже в общем трамп выступает за мир и при этом даже за честный но вот каким способом он собирается достичь его это остается интригой но идем дальше правительство норвегии объявила что больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам теперь заявки беженцев из западных областей украины будут рассматриваться в индивидуальном порядке отныне миграционные органы будут рассматривать запросы о предоставлении убежища в индивидуальном порядке от жителей львовской волынской закарпатской ивано-франковской тернопольской и ровенской областей которые считаются безопасными поскольку находится далеко от линии фронта в общем постепенно европа начинает фильтровать украинцев и норвегия это уже не первая страна которая вводит подобные изменения ранее подобные изменения были уже в швейцарии вот такие новости на данный час давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео уверен что вам есть что сказать подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока